Рак Привет, привет. Приветствую всех. Мы сразу залетаем в топ эфиров, друзья. Сегодня первый день, как я могу нормально разговаривать. Потихоньку переходим в режим здоровости. И сейчас могу поотвечать на какие-нибудь интересующие вас вопросы. Буду выбирать из ваших вопросов что-то интересное и отвечать развернуто, интересно. Только давайте заранее я предупрежу о том, что людей будет много. И поэтому вопросы мне будет очень тяжело как бы успевать за вами. Вот. В Украине буду. Я уже писал об этом. У меня уже два концерта проданы на Украине. Фиты с кем-нибудь из газа вы услышите в ближайшие месяцы. Но все, с кем ждете, обязательно будут. 15 запросов на совместные. В скрипе замечательные. Они тоже там работают и отдыхают. Дома в основном. Альбом. Насчет альбома. Я пишу. Все биты уже готовы. В марсе. Я планирую альбом в марте, но может он выйдет и в апреле. Нас не кидаешь. Нет, нас не кидаешь. На мои зубы. Какой мне нас. Когда новый трек? Ребят, новый трек в этом месяце. Планирую вас порадовать. Как только моё горло придёт в норму, я приду просто и запишу. Выложим. Дорогой Владикавказ. Дорогой мой родной Владикавказ. С концертом в ближайшее время планировать не планирую. Приехать не планирую. Так. Вообще хочу посетить уже. В газ пригласили. Как тебе Москва? Я жил здесь уже до этого год. Как бы Москву я знаю, но сейчас она встретила меня более тщедушно. Душевно. Люблю Москву. Я был в Питере неделю назад. Три дня мы там тусили. Ну, не тусили, а так. Побыл. Ой, ребят, Таиланд хочу. Я хочу отдохнуть. Вообще с удовольствием залетел бы сейчас куда-нибудь на море. Ибо я в этом году не был нигде. Абсолютно. Он просто не был нигде. У меня на шее татуировка. Куда ничто иное, как татуировка. Ребят, не спрашивайте, да. Не спрашивайте вопрос. Он очень глупо звучит. И на него никак не ответишь. Вопросы типа, когда приедешь. Ну, я бы хоть час собрал свои вещи, как бы и приехал в любой город. Но для этого нужно, чтобы организаторы дописались до моего менеджера. Менеджеру понравился зал. А менеджер дал добро. Концерт продался. И тогда после выхода материал, чтобы у меня был материал на полтора часа. И вообще легко я приеду во все города. В этом году планируются все города. Поэтому вам остается только ждать. Весной я хочу посетить все основные большие города страны. Потом весной уже продано два концерта на Украине. Это Киев и Одесса. Москва, Питер, Нижний Новгород уже тоже продано, сколько я знаю. Поэтому вы просто ждите, ребят. Не спрашивайте, когда и... Конечно же, я люблю своих зрителей. Конечно же, я люблю своих слушателей. Как я бы не писал. Медуз. И... Если бы не любил. Так. Казахстан, у вас тоже буду. Не спрашивайте, когда. Не спрашивайте, когда. Потому что у вас девочка пишет, кто это. Просто человек. Просто человек. Ой, друзья, в директ отвечаю. Но в директе такое творится, что... Ну, блин. Я не успеваю. Честное слово, не успеваю. Стараюсь, не успеваю. Я вам не могу сказать. Блин, ребят, вот смотрите. Приедешь ли ты в Благовещенск? Вот от меня это абсолютно не зависит. Я, конечно, могу подойти и накричать там, не знаю, на кого-нибудь сказать. Пожалуйста, отвезите меня в Благовещенск. Но я этим не занимаюсь. Я пишу музыку. А все остальные занимаются концертной деятельностью. Там, допустим, рекламой и прочим. Не спрашивайте, когда ты приедешь и приедешь ли. Я не знаю. Я не знаю. Спасибо за Медузу. Пожалуйста, друзья. Вам спасибо за поддержку. Без вас она бы так не хитанула. Она хитанула знатно вообще. Она просто вывела меня на интересный уровень. Петь пока больно. Тяжело. Говорить сейчас пока еще тяжело даже. А мы трон, когда другие песни закинешь в Apple Music. Этим занимается сейчас Газголдер. Творческое объединение. Это самое время сейчас этим заниматься. Сейчас мы документацией занимаемся. Очень много документальных вопросов. Потому что не все так просто, как кажется со стороны. Все треки будут в Apple Music. Они будут на iTunes. Плюс к ним еще прибавится февральский новый трек. И далее как бы все по накатанной. Просто ждите. Есть девушка. Девушки нету. Серьезных отношений никаких абсолютно нету. Тебя можно где-то увидеть в Москве? К сожалению, в Москве меня очень сложно выцепить. Потому что я бываю в основном дома на Газе. И там редко. Но уже особо и не тусую. Так что по пятницам, если там тусите на Газе где-нибудь, может меня и встретите. А так по Москве не особо. Приедешь в Грозный, будут серьезные отношения? О-о-о. Не думаю. Можно приехать к тебе? К сожалению, нет. Как со скриптонитом отношения? О-о-о. Вы знаете, замечательно. Мы всего один вечер посидели, поговорили. Потом поехали еще куда-куда. И познакомились со Струвером, познакомились со 104-м. Со скрипом хорошенечко поболтали. Порубились в UFC. Очень простые, хорошие ребята. Ну, в принципе, я такими их и представлял, и знал, в принципе, что они такие. В хороших отношениях. С Мияги тоже в хороших отношениях. Мы, правда, очень редко общаемся. Но в отношениях мы всегда были хорош. Жду его возвращения в музыку. Очень. Любимый фильм назвать не могу. Очень люблю жизнь прекрасна. Очень. Ну, всякое. Всякое люблю. Тут такие моментами ущерба показываются, что борщишь. Последний раз в Мияги увиделся полмесяца назад. Где-то. Нет, до Нового года виделся с ним. До Нового года мы поболтали. Да, с удовольствием. Посмотрим. Ничего не обещаю вам. Не люблю обещать, а потом не сдерживать обещания. Это не круто. Лучше ничего не говорить. Вы все увидите сами. Спасибо. Рост у меня метр восемьдесят с чем-то, с капелькой. Я не помню. Метр, может, восемьдесят два, три, может, даже. Такое где-то. В Питере был неделю назад. Ребята, интересные вопросы. Интересные вопросы жду. Или мне придется, к сожалению, отключиться от вас. Близко камеру не держи. Вот так держать? Я все-все так вот сделаю. Она будет гораздо комфортнее и уютнее. О, все, я на месте. У тебя замечательный голос. Спасибо. Как тебе, Кизару? Ребят, Кизару, Фейс. Кто-то там еще был в этой пачке. Я слышал, может быть, одну работу каждого из них. И больше остальные работы слушать у меня нет желания. Так что не спрашивайте меня, как я отношусь к Фейсу, Кизару. И все, кто слушают Фейсу и Кизару, можете... Можете... Не знаю. Чепуха их треки лучше... Какой концерт? Во Владике понравился. Все концерты во Владике люблю. Сделайте сердечко рукой. Сделайте сердечко рукой. Может, ты мне напишешь? Робсон, напишу. Ты мне напиши, что мне тебе писать? Напиши мне. Про Скрипа я уже сказал. Цой, ты это... Не я. Да, с Ти Фестом тоже знаком. Тоже простой, хороший парень. Нет, с зарубежными рэперами я не знаком. Ребят, я пока еще особо вообще ни с кем не знаком. В сети переписывался так, по мелочи. Даже и в сети особо не переписывался. Я знаком с Газголдером, со всеми остальными. Как отношусь к Ти Фесту, я отношусь к нему положительно. Молодец парень. Сделал невозможное тоже. Мне это абсолютно не раздражает, что меня сравнивают с Сой. Мне это даже льстит. Скажу по секрету. Элин, я еще не успел прочитать. Не успел. В Дагестане был в глубоком детстве. Мама возила меня туда, к родственникам на море. У меня этот, один из родственников, как бы муж. Нет, жена там, короче. Короче, жена родственника дагестанка. За все положительные отзывы и какие-то приятные сообщения сразу говорю огромное спасибо каждому. Я просто не буду успевать вам всем говорить спасибо. Говорю общий огромный салют и спасибо. Панаций осетин. Я не мусульманин. У меня нет АСКО. С честным знаком. Его даже не знаю, не слышал даже, кто такой. Я вижу, что ты что-то употребляешь. Наркоман. Угу. Понятненько. Риги Бушкина. В Риге? Вот блин, Рига, вообще что с вами? Как вы меня нашли? Как вас столько много мне пишут постоянно с Риги? Зовут меня Алан. Самое распространенное считается Остинское имя в России. Его, в принципе, не часто встретишь. Краснодар, у вас, кстати, тоже очень много моих. Я вас очень люблю и к вам обязательно приеду. Я хочу летом к вам приехать, весной, летом, чтобы хотя бы разок запрыгнуть в море. Я так соскучился по морю, что я не поеду зимой ни за что на свете. Никуда, никуда ни на какой курортный, ни в какой курортный город. Я в Москве, да. Памс. В Питере тебя ждем. Нет, с ЛСП не знаком. Про то, почему именно Матранг, ребят, можете почитать. Просто вбейте в гугле Матранг, интервью с Матрангом, не знаю. Там все есть, почитайте, посмотрите. Так даже интереснее будет. Всем привет новым, кто зашел. Если есть интересные еще вопросы, какие-то задавайте, я буду отвечать. Лет 22. А вот на вопрос, ты кто, мне хочется ответить, твой пахан, но не буду так отвечать. Я не таков. Матранг... Ой, музыкой занимаюсь. Именно пишу... Писал рэпчик лет 16-17. А так музыку в детском хоре пел давным-давно в школе, там, в начальных классах. И, как бы, музыкой давно занимаюсь, по сути. Музыкой с детства, прям, люблю музыку. Такой молодой. Писец ты лучший. Слово вообще забыл. Это спасибо большое. Ребят, насчет шоу-песни, еще раз спросите, просто буду ругаться. Ну, какие песни, ребят, я состою в творческом объединении, которое называется «Газголдер». Какие песни, вы о чем? Для чего? Странные какие вы есть, честно. По нации уже сказал Стин. Красава, бро, помню Владики на проспекте. Блин, вы, Владик, вы не представляете, как я скучаю по летнему проспекту. По весеннему проспекту. Просто безумно скучаю. Насчет Тефеста, Тефеста уже отвечал, да, видел, знаком. Вот Муратов мне пишет, густый. Вот Муратов, какой ты молодец. Так, есть родные, брат, сестра, да. Ты открыт для сотрудничества или нет? Я открыл, смотря, что хотите. По поводу концертов, у меня он висит. Девушки уже говорил, нету машины, пока тоже нету, бэшечка будет. В этом году, дай бог, возьму. Ты в Владикавказе? Я в Москве. Губа непорезанная, она у меня треснула. Я в Богданово, пожалуй, тебе пора спать. Шикарный. Спасибо. Спасибо, спасибо. Еще бы в жизни тебя увидеть. Ребят, во всех городах в этом году ждите просто меня. Все, я в этом году объезжу всех, все меня увидят вживую. Я хочу вас тоже всех видеть, хочу попеть вместе. Не простите меня, пожалуйста, снять очки. Если я надел очки, значит, мне так хочется, понимаете? Что же вы такие вещи? Ну, надо что-то снять, одеть там, переодеть. Когда новая песня? В этом месяце. В этом месяце ждите. Куришь. Нет, не курю больше. Не становись, не досягаем для своего народа. Да каким образом? Не получится. Фига ты такой, зазнавшийся уже. Как поняли? Как ты это понял, Калядин Иван? Расскажи-ка всем, пожалуйста, всем интересно. Вчера погулял хорошо. Я вчера не гулял, вчера весь день дома был. Я болею уже несколько дней, лежу дома. Но вашими молитвами мне становится, мне становится легче. Скоро новый трек. Да, новая песня будет сразу на Apple Music, сразу будет на iTunes, везде, на всех площадках. Почему именно медуза? Пришло и осталось со мной, я не знаю, почему. Потому что здесь вот, видите, у меня осьминог. Вон его глаза. Он немного злой. Слышал песню Медузы. Пару раз из тачек, да, играла. Прикололся, но ничего такая песня. Сколько лет татуировки? Вот этой на шее, на шее ей два года. У тебя музон в стиле дип, да. Выпусти трек про Осетию, как раз Гассиев будет по нему против Усика. А мне нравится, как Гассиев ведет себя. Мне нравится, как Гассиев выстегивает всех. Гассиев, если ты потом услышишь как-нибудь это интервью, огромный респект тебе, бро. Я безумно горжусь, что ты у нас есть. И я очень удивлен, потому что очень многие пишут, очень многие говорят о том, что такого человека давно не хватало республики, о том, что ты реально сплочаешь народ. Поэтому достойно, достойно очень я с тобой и мы с тобой все. Почему именно Гассголдер? А что? Какие есть еще варианты? Какие вы видите еще варианты? Я другого варианта не вижу. Да, на Гассиев совсем не знаком. Моя бабушка лучше поет, чем ты. И респект твоей бабушке. Я не претендую на место твоей бабушки ни за что. Фит с кем-нибудь из газа будет. Я уже поотвечал на... Почему не Blackstar? Потому что не мое. Потому что я не вижу себя рядом с L1, Мотом, с Круджи и прочими. С Рэм Дигой нет, не знаком. Я думаю, в этом году познакомимся. Обязательно. Ладно, всех люблю, всех обнимаю. Хорошо поболтали. Хорошего дня, ребят, улыбайтесь. Улыбки просто красят мир. Я буду стараться заходить к вам почаще. Ждите песню, ждите новые видосы, новый материал. Я вот недельку еще, дайте, отваляюсь. И поехали. Всех люблю. Нет, я люблю не всех. Вот эту всю дичь, которая там пишет, дичь, я не особо люблю. Всем пока.